Коллеги, добрый день. В этом видео мы рассмотрим базовую версию модуля ITRM, который предназначен для автоматизации процесса управления рисками информационной безопасности. Данный модуль реализован в виде дополнения к ITSM-системе GLPI, что позволяет использовать встроенные возможности GLPI по управлению оборудованием и запросами на обслуживание в рамках процесса управления рисками. В основу ITRM заложены рекомендации международного стандарта по управлению рисками информационной безопасности ISO 27005. Таким образом, система позволяет решить следующие задачи. Вести учет информационных активов компании, вести учет уязвимости, угроз и рисков, проводить оценку рисков информационной безопасности в разрезе информационных активов, планировать мероприятия по обработке рисков, а также формировать учетность по проведенной оценке и плану обработки рисков. Далее рассмотрим основные компоненты решения. Бизнес-процессы. Это справочник бизнес-процессы компаний, которые были определены в рамках определения границ оценки рисков. Активы. Это связанный справочник с бизнес-процессами, который содержит набор информационных активов, которые задействованы в бизнес-процессах. И справочник ресурсов. Это справочник ресурсов нашей компании, которые задействованы в функционировании активов. Далее идет набор типовых уязвимостей, угроз и рисков, которые актуальны для наших информационных активов Справочник стандарта SWEEP содержит набор контроля и стандарта по управлению информационной безопасностью, на который можно ссылаться при планировании мероприятий по обработке рисков Также система содержит два ключевых отчета, это отчет СНК рисков, который содержит актуальную информацию по текущему уровню рисков И отчет по обработке рисков содержит информацию о запланированных мероприятиях по обработке этих рисков Для начала работы системы необходимо наполнить в соответствующие справочники актуальной информацией Для этого можно воспользоваться встроенным механизмом импорта, либо же создать эти данные непосредственно из веб-интерфейса В нашем случае система уже наполнена необходимыми нам данными, поэтому мы можем приступить к оценке Для этого переходим в раздел «Бизнес-процессы» и в этом разделе пользователь видит только те бизнес-процессы, в которых он является владельцем Далее выбираем бизнес-процесс, в рамках которого хотим провести оценку, например, обслуживание платежей в национальной валюте И на форме бизнес-процесса мы можем увидеть название процесса, его код, владельца, а также описательную часть Далее на вкладке с активами мы видим все информационные активы, которые задействованы в этом бизнес-процессе Собственно, в разрезе этих информационных активов как раз-таки и проводится оценка рисков Если нам необходимо добавить новый информационный актив, мы можем воспользоваться формой под списком, заполнить необходимые поля Таких названия Указать тип актива Например, программное обеспечение Указать владельца Менеджера Заполнить контактную информацию Может быть номер телефона Указать дату регистрации И уже на этапе создания информационного актива присутствуют элементы оценки рисков Мы сделаем это на следующем шаге Добавим пока актив без оценки Мы видим, что актив добавился в список Мы можем теперь в него перейти И мы видим, что у нас появились дополнительные вкладки И есть основная информация по информационному активу Соответственно, на этом этапе нам необходимо определить Насколько этот актив важен, критичен для нашей компании Для этого предусмотрены три параметра Конфиденциальность, целостность и доступность Каждый из этих параметров содержит шкалу оценки от 1 до 4 Соответственно, на этом этапе нам нужно определить Насколько критично для компании будет потеря Конфиденциальность информационного актива, целостность и доступность 1 это наименее критично 4 наиболее критично Для каждого из этих параметров предусмотрены информационные подсказки Которые помогут пользователю выбрать нужное значение Выберем 4, 2 и 3 Нажимаем сохранить На основе максимального значения в этих параметрах Присваивается категория актива В данном случае мы видим, что это 4 Если мы изменим конфиденциальность на 3 Соответственно, мы видим, что категория актива стала 3 Далее мы можем указать перечень ресурсов компании Которые используются этим информационным активом Или как-то в нем задействованы Это могут быть инструкции, регламенты, документация Которая описывает этот информационный актив Это могут быть элементы IT-инфраструктуры Такие как компьютеры, сетевое оборудование, мониторы и так далее Это могут быть сервера приложений, например Таким образом, мы указываем те элементы IT-инфраструктуры Которые используются этим информационным активом Для того, чтобы было проще заполнить информацию По этим ресурсам в GLPI предусмотрен модуль автоматической инвентаризации Объектов IT-инфраструктуры Который называется Fusion Inventory Который позволит вам в автоматическом режиме Эту информацию собрать и использовать уже в рамках процесса оценки риска Далее, когда мы указали все ресурсы Переходим на вкладку оценка риска На этой вкладке нам необходимо сформировать цепочки Уязвимость, угроза, риск То есть мы указываем, какие уязвимости характерны для данного информационного актива Указываем, какие угрозы могут использовать эти уязвимости И какие события могут наступить вследствие влияния этих угроз на уязвимости Давайте рассмотрим на примере Нажимаем добавить уязвимость Выбираем из справочника, который у нас заполнен также в системе Актуальную уязвимость для этого актива Например, неправильное распределение прав доступа Далее указываем, какая угроза может использовать эту уязвимость Например, злобоотребление правами Также одну уязвимость может использовать одновременно несколько угроз То есть мы можем указать еще одну Например, подделывание прав И указываем, какие события могут наступить вследствие воздействия этой угрозы на эту уязвимость В нашем случае для обеих цепочек мы можем выбрать несанкционированный доступ в систему После того, как мы сформировали такие цепочки Нам необходимо оценить уровень риска Для оценки уровня риска используются два параметра Это критичность актива и вероятность Мы видим, что критичность актива у нас уже определена То есть на основе категории актива мы видим, что сейчас ущерб у нас A Соответственно, категория тоже у нас наиболее критична Если мы понизим категорию до третьей Мы видим, что в оценке рисков тоже ущерб стал B То есть менее критичным Установим актив как критичным Далее нам необходимо определить вероятность реализации этих событий Для этого мы указываем вероятность того, что эта уязвимость будет использована Тоже по шкале от A до D Где A вероятность высокая D вероятность наименьшая Мы укажем среднее значение B Далее мы указываем, насколько вероятно, что именно эта угроза При воздействии на уязвимость осуществится Опять же указываем высокую вероятность и невысокую Такие оценки проставляются на основе экспертного мнения Либо владельца ресурса, либо специалиста службы информационной безопасности На основе доступной ему информации Это может быть база инцидентов Известные недостатки программного обеспечения, оборудования и так далее Далее, когда у нас есть оценка уязвимости и оценка всех угроз По матрице на основе оценок угроз и уязвимости определяется вероятность реализации этих цепочек Данная матрица представлена на экране вероятность решения угроз Дальше, после того, как мы знаем оценку вероятности и критичность актива Опять же, по аналогичной матрице определяется уровень риска Мы видим, что оценка A и B То есть, и они дают оценку риска A Аналогичным образом формируются другие цепочки То есть, мы формируем другие известные уязвимости этого информационного актива Формируем, какие угрозы могут использовать эти уязвимости И оцениваем вероятность реализации этих цепочек Таким образом, получаем уровни рисков для каждой из них Аналогичным образом мы оцениваем все оставшиеся активы по бизнес-процессу Для переключения между активами можно использовать меню «Вверху» И когда мы проведем оценку по всем информационным активам Мы можем построить уже отчет оценка рисков Для этого переходим в соответствующий раздел Выбираем информационный актив И нажимаем «Сформировать» Таким образом, мы получаем информацию, какие у нас есть критичные риски в рамках бизнес-процесса Можем выгрузить эту информацию в Excel и использовать уже в офлайн-режиме Когда мы определили уровень риска по каждому из информационных активов Мы можем приступить к следующему этапу Это планирование мероприятий по обработке этих рисков Для этого опять-таки переходим в раздел с активами Находим интересующий нас актив Переходим на вкладку «Обработка рисков» Здесь мы видим все цепочки, точнее все риски, которые у нас есть Видим их уровни И для критичных рисков мы можем запланировать мероприятие Для этого нажимаем «Добавить меру» Указываем тип этой меры Например, организационную Указываем стоимость задействованных ресурсов Указываем решение по обработке Это может быть снижение, уклонение, принятие или передача В данном случае у нас будет мероприятие направлено на снижение Указываем вероятность, которую мы планируем достичь после выполнения мероприятия Допустим, мы хотим снизить ее до минимальной Мы можем указать связанные проекты, которые планируем инициировать Инициировать в связи с этим мероприятием Указываем ответственного Указываем дату начала и дату окончания мероприятия Статус И раздел стандарта по управлению информационной безопасности В соответствии с которым мы планируем выполнять это мероприятие Например, политика управления доступом Указываем, что мы хотим провести инструктаж И в описательной части пишем Провести Инструктаж Для администраторов Также в мерах рекомендации мы можем написать Например, провести в удаленном режиме И нажимаем сохранить И также для всех оставшихся рисков мы добавляем соответствующие мероприятия Когда мы запланировали мероприятие по всем таким рискам Мы уже можем построить отчет Который называется план обработки рисков В этом отчете содержится информация по ближайшим шагам Которые мы планируем выполнить для оптимизации ситуации информационной безопасности Тут содержится информация о текущих рисках, их уровнях Мероприятиях, которые мы планируем провести В соответствии с какими требованиями стандарта они выполняются На что направлены, указаны ответственные, указана дата выполнения Также мы видим остаточный уровень риска Мы видим сейчас уровень A После выполнения мероприятия мы планируем, что уровень будет C Таким образом мы по каждому из активов получаем соответствующий план обработки рисков Можем также их выгрузить в Excel и направить ответственным лицам Для того, чтобы можно было отследить статус выполнения этих мероприятий в системе ITSM Также предусмотрено взаимодействие с штатным функционалом GLPI по управлению инцидентами и стандартными изменениями Для этого нажимаем кнопку «Создать тикет из мероприятия» Открывается форма создания заявки Указывается инициатор ответственный, категория и описательная часть, которую мы заполняли в мероприятии И таким образом создается заявка в ITSM системе, которая обрабатывается уже в рамках классического функционала GLPI по управлению такими обращениями Где вы можете отслеживать статус, время выполнения, добавлять документы, комментарии и так далее Итак, мы рассмотрели все основные компоненты базовой версии системы Отдельно хочу отметить, что в рамках проектов по внедрению данной системы функциональности ITRM Может быть расширена и адаптирована под особенности процессов выполнения рисками вашей компании Если для вашей компании актуален вопрос автоматизации этих процессов Пожалуйста, обращайтесь, контакты указаны под видео Спасибо за внимание Продолжение следует...